А я был коммунистом, коммунистом остался, и из партии я выходил. Никакой ты не коммунист. О! Это у нас 10Р, а это что такое? О, а это 11-й. Какой вкуснее! Мама! Какое яблоко вкуснее! XR или 11-е? Я не знаю. Ну ладно, понял. Это XR, 10Р, а вот это 11-й. Какое яблоко вкуснее? Вы любите красные или зеленые яблочки? А может быть вы вообще яблочки не любите? И предпочитаете томаты? Если вы так же, как и я, фанат компании Apple, то у вас может возникнуть вопрос. Какой телефон купить? Айфон 10Р или Айфон 11? 10Р? 11. Чисто экономически рассмотрим этот аспект. XR стоит 49,990. Это в российских рублях. 11-й Айфон стоит дороже. 59,990 рублей. Делаем из этого вывод, что Айфон XR лучше для покупки. Все, всем спасибо, с вами был Дима. Всем удачи, всем пока. Да нет, ребят, конечно же я пошутил. Если бы так все было просто, так бы все и покупали все самое дешевое. И никогда бы не задумывались даже, какой из телефонов лучше. Пацаны, девчонки, я не знаю, в каком году вы смотрите это видео. Возможно, эти Айфоны уже подешевели. Но на данный момент оба телефона очень дорогие. Что Айфон 10Р, что Айфон 11, ну до хрена они стоят. Ну, много вариантов есть на Андроиде. Многие люди вообще не будут рассматривать эти телефоны, потому что они скажут, да я на Андроиде куплю в 100 раз навороченный телефон, у которого будет и лучший экран, и лучшая батарея, и быстрая зарядка, и больше камер, да что угодно. 50 тысяч, 60 тысяч, да люди могут вообще даже таких цифр не представлять вообще, чтобы отдать за телефон. Поэтому это оба телефона очень дорогие. Хотя Apple, Apple компания, их позиционирует именно как бюджетные варианты, потому что у них есть еще дороже, у них есть за сотку. Вы не переживайте, если у вас есть соточка, они вас разденут и разунут, лишь бы у вас эту соточку отнять. Получите и распишитесь какой-нибудь iPhone там Pro Max, 11 Pro Max. Нафиг он вам нужен. Поэтому сегодня мы рассматриваем более-менее еще как бы типа бюджетные телефоны. На iPhone XR у меня он красного цвета, на нем наклеена защитная пленка, такая вот пленочка красивенькая, да. Ну давайте я ее уберу ради сравнения, чтобы вы видели, какой дизайн у этого телефона прекрасный. Оба, оба на, по-варварски отдираю эту пленку, блин, так жалко, такая красота была. Такая красота, так жалко. Ну ладно, ничего, зато вы будете видеть исконно, исконно дизайнерский, короче, дизайн этого телефона. Как он был задуман изначально Стивом Джобсом, Стивом Матином, или как там его звали-то, этого чувака, который у них лысый дизайнер. Который еще iOS 7 придумал. Не помню, лысый такой, Джонни, Джонни какой-то, Айв, Джонни Айв, вов, вспомнил. Ну вот, короче, что Джонни Айв нарисовал у нас в 11-м, ой, в 10-м айфоне, да, вот они вот практически похожи. Вот Джонни Айв рисовал, 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 рисовал и дорисовался. В итоге, что он дорисовался? Он придумал просто тупо на, ну, короче, они придумали просто кучу цветов. Они придумали кучу цветов. Вот сзади этот телефон смотрится так же, как восьмерка, так же, как семерка. Абсолютно неинтересно. Просто вот это яблочко выделяется, да, надпись iPhone. И сделали много цветов в айфоне XR. Голубой, желтый, оранжевый, белый, красный и черный. Вот такие вот цвета. Здесь же в айфоне 11-м пошли по тому же пути, что в айфоне XR, но добавили два цвета. Добавили вот такой вот типа зеленый, хотя многие говорят, что это мятный, голубой. Я называю его зеленый, да и официально он тоже зовется зеленый. Кстати, вот эту накладку я наклеил сам. Вообще она была тоже зеленого цвета. И добавили еще лавандовый. То есть по дизайну сместили яблочко в 11-м, в 10-м оно вверху, в 11-м оно внизу. И убрали надпись iPhone. Сейчас ее у вас на айфоне не будет. Вот так вот. Вот и все изменения в дизайне. А, да, совсем забыл. Еще же камеру сделали двойную, видите? Была одна камера в айфоне XR, стало две камеры в айфоне 11. Они добавили сюда второй объектив. Второй объектив это широкоугольный модуль. Это когда у вас съемка угол обзора увеличивается резко. И вы как будто снимаете на какую-то экшн камеру, либо на объектив фишай. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Если еще ни разу с этим не сталкивались, то поверьте мне, в будущем вы очень в многих телефонах это увидите. Кстати, Apple не первая компания, кто это сделал. До этого это было реализовано во многих телефонах, даже в самых бюджетных. Смотрите, как это работает. Вот мы зашли в камеру, обычная камера, да? И чтобы нам переключиться на второй объектив, нам нужно нажать вот эту вот кнопочку. Бац! И мы переключаемся на этот сверхширокий угол, да? Нужен ли он вам? Не знаю, ребят. На самом деле иногда прикольные фотки с него получаются. Я люблю на него снимать, когда я еду на машине. Широкий угол, все видно, как я еду, как я рулю. То есть для особых случаев этот широкий угол, он нужен. Соответственно, в этом телефоне, в 10R, такого широкоугольного объектива нет. Можно решить этот вопрос, купив на него специальную линзу. Вот и о чем я говорю. Вот такие вот штучки, прищепки, продаются на Алиэкспресс. И вы можете просто купить такую штуку, прикрепить ее на свою камеру, и у вас получится типа ширик. Но постоянно носить эту штуку с собой не совсем удобно. Постоянно ее надевать. Конечно, лучше, когда у вас в телефон уже этот ширик встроен. Немножко в комплекте изменились конверты. Если раньше он был прямоугольный, теперь он такой вот, как в стиле айфона. Такой же формы, как айфон. А внутри, то что было, то и осталось. Проводные наушнички, кабель, лайтнинг и зарядный блок. Зарядный блок самый медленный. 5 вольт 1 ампер. Даже такие блоки уже не кладут с Android телефонами. Уже сейчас более-менее нормальные телефоны. Все идут там 5 вольт 2 ампера. У кого-то там 12 вольт 1,5 ампера. Ну, короче, здесь очень медленные зарядки идут в комплекте. Но зато хорошего уровня наушники. То есть хорошего звучания к ним претензий не имею. Оба телефона поддерживают беспроводную зарядку через заднюю крышку с помощью док-станции. Ее тоже нужно будет докупать отдельно. И оба телефона поддерживают быструю зарядку. Но эту быструю зарядку тоже нужно докупать отдельно. В комплекте ее нет. Хорошо, что беспроводную зарядку можно докупить какой-нибудь другой компании. Не обязательно фирменную Apple. И то же самое с быстрой зарядкой. Можно на Алике купить эту быструю зарядку буквально там за 1000 рублей. И беспроводную зарядку еще где-то за полторашку. Но это в случае, если она вам нужна. Если вам это все не надо, вы можете комплектным зарядным блоком заряжать свой телефон. Правда, заряжаться они будут долго. Около 3 часов. Ребята, я сам долгое время пользовался iPhone XR. Сейчас я купил себе iPhone 11 и пользуюсь каждый день им. Мне понравился этот телефон по своему форм-фактору, по своему размеру, по своим характеристикам. И поэтому я именно их и покупаю. Я не покупаю топовые iPhone XS, 11 Pro. Я покупаю вот такие вот типы бюджетки. Они охренительные. И я прочитал новость, что в следующем году Apple не выпустит телефон с IPS-экраном. И я не знаю, что мне придется делать. Тогда я буду сидеть, наверное, на iPhone 11. Экраны, братья и сестры, абсолютно одинаковые. Диагональ 6,1 дюймов. Одинаковое разрешение. Одинаковые возможности. Мы имеем здесь true-ton экран. Мы имеем темные темы. Ночной режим. Короче, все абсолютно одинаковое. Никакой разницы между двумя этими экранами нет. И дизайн, дизайн, да, челка. Вот эта вот челка здесь и здесь. Здесь у меня стоит черная тема. Здесь у меня стоит белая тема. Челка огромная, больше, чем у всех современных телефонов. Рамки тоже жирнющие. У iPhone XR, у iPhone 11. По внешнему виду эти телефоны уже выглядят морально устаревшие. Какой-нибудь самый дешевый Android смартфон будет выглядеть уже сейчас лучше. У него будет маленькая капелька. У него будут тоненькие рамочки. Он сам будет тоньше. И экран у него будет лучше. Full HD+. Здесь даже Full HD+. Разрешения экрана нет. То есть, ну, блин. Чисто технически эти телефоны уже как бы устарели. Я их заколхозил. Посмотрите, что я сделал. Я взял и наклеил защитное стекло. И на XR, и на iPhone 11. Чтобы экран у меня не царапался. И экран у меня в случае чего не сломался. Просто не разбился. По всем элементам тоже полное совпадение. Посмотрите. На нижнем торце у нас находятся разъемы для зарядок Lightning, динамик, микрофон. Справа огромная кнопка включения, чтобы ее удобно было нащупывать. Вверху ничего нету на верхнем торце. Слева мы имеем рычажок переключения режимов. Бесшумный, бесшумный. Вот так вот это все работает. И кнопки регулировки громкости. Уменьшение громкости и увеличение громкости. И еще справа имеется лоток для сим-карт. Оба телефона поддерживают лишь одну сим-карту. И не поддерживают флешки вообще. Ни один iPhone не поддерживает флешки. Это вот их такое, такая их фишка. Начальная версия iPhone XR поставляется с 64 гигабайтами памяти. И то же самое в iPhone 11, тоже 64 гигабайта. Если вам этого объема не хватает, вы переплачиваете деньги и берете вариант на 128 гигов. Либо на 256. Он стоит еще дороже. Между двумя этими телефонами разница год. iPhone XR вышел в 2018 году, в конце 2018 года. iPhone 11 вышел в конце 2019 года. Конечно, здесь установлено разное железо. Разное, но не такая прям кардинальная между ними разница. Процессоры. Apple A12 в XR, Apple A13 в iPhone 11. Что мы имеем? Мы имеем шестиядерные процессоры. И там, и там по шесть ядер. И там, и там видеоускоритель состоит из четырех ядер. Частота, нанометры, практически все одинаково. Семь нанометров и в том, и в другом случае. Видеоускорители, я уже сказал, тоже практически одинаковые. Что мы имеем по памяти? Единственное отличие в плане техническом, да, это больший объем оперативки. Если раньше в iPhone XR устанавливали 3 гига оперативки, то в iPhone 11 они поняли, что может быть 3 гига уже будет не хватать в 2019 году. Это уже действительно мало. Давайте им прибавим еще хотя бы гиг. Ну, прибавим 1 гиг. Это тоже будет им, ну, такая вот в роли заманочки, такой заманухи. И поставили в iPhone 11 4 гигабайта оперативной памяти. Но даже этого мало, потому что современные Android флагманы оснащаются уже 8 гигами. Шестью гигами это уже как минимум. А здесь 3, а здесь 4. Ну, то есть это сейчас уже не считается слишком большим объемом. Сейчас уже даже бюджетные Android смартфоны обладают 4 гигами. А здесь телефон за 60 тысяч тоже 4 гига. Ну, несерьезно, надо было ставить уже сразу 6. Сейчас мы посмотрим, сколько в Antutu набирают два этих телефона. Как мы видим, картинка, видео идет и там, и там, не лагает. Абсолютно ровно идет картинка здесь, без всяких подвисаний и здесь. То есть видеоускорители здесь очень продвинутые. На большинстве телефонов вот эта картинка, вот этот тест очень нагружает систему, потому что здесь много отражений, много всяких вот детализаций. И вот этот тест очень сильно лагает на всех телефонах. Реально идет как слайд-шоу. А здесь просто очень плавная картинка. Ну, мне кажется, что все-таки на iPhone 11 чуточку плавнее, как будто. Как будто прям вот где-то FPS на 5, на 7 плавнее. Хоп-хоп-хоп. Кто у нас быстрее будет? 99% уже на iPhone 11, на iPhone XR еще... О, тоже 99%. Я думаю, что все-таки 11 исправится чуточку быстрее. Последние-последние минутки идут. Да, ребята, iPhone 11 у нас быстрее. 453 тысячи баллов, в то время как один XR набирает 333 300. Ничего себе, какая красивая практически цифра получилась. Здесь все-таки iPhone 11 нужно признать мощнее. Причем мощнее аж на целых 120 тысяч баллов. Многие телефоны даже не набирают такого объема, насколько этот телефон мощнее предыдущего. 120 тысяч баллов. Это, конечно, разница колоссальная. Но все равно 333 тысячи этого объема, этой производительности, этой мощности хватит еще где-то лет на 5. Этой мощности его хватит вообще лет на 7, я думаю, iPhone 11. То есть мощность здесь за глаза, что в одном, что в другом случае. За глаза ее. Все игры, все приложения, все летает на этих устройствах. Любую игру ставите, все летает. Asphalt 9, самый последний, PUBG, абсолютно любая игра, нет разницы. Телефоны нисколечко не лагают, нисколечко не зависают. Оба тянут игры одинаково хорошо. Единственное, что у этого телефона все-таки запас, ну, немножечко побольше. Этому уже, возможно, через 6 лет будет тяжело тянуть современные игры, которые будут выходить там в 2024 году. А этому будет еще чуточку легче. Что еще разное в этих телефонах? Это батарея. Батарея в iPhone XR мне нравилась. Мне устраивала она. Я с ней ходил, то есть один день это стабильно. После iPhone 7 мне показалось, что это вообще огромная батарея в XR. Но в 11 стали, сделали еще батарею больше. Чуть-чуть прибавили миллиампер час. При этом, как бы, корпус не изменился, толщина не выросла, но объем батареи вырос. И они сказали, что на час дольше живет iPhone 11 в сравнении с iPhone XR. Я разницу заметил. Все-таки она небольшая, но есть. Действительно, где-то на час, может быть, даже чуть побольше этот телефон у меня живет дольше, чем iPhone XR. Но я так сильно запариваюсь на энергопотреблении. Я всегда все лишнее отключаю. У меня отключена лишняя анимация. Посмотрите. У меня все всегда отключено. Я заряжаю только оригинальной зарядкой. У меня отключено все абсолютно. Лишние функции. Экранное время. GPS всегда отключен. И оба телефона у меня сохранились вообще идеально. У меня оба телефона со 100% батареей. То есть этому телефону уже год, но максимальная емкость батареи у него 100%. Такое редко бывает у многих людей. Там после года использования активного уже батарея там просажена на 5-7%. А у меня он как новенький. И вообще, вот по автономности это одни из самых лучших айфонов. Именно по автономности. Но в то же время, конечно, вы можете купить тот же самый дешевый какой-нибудь Redmi 8A с 5000 батареей. И вам покажется, что эти телефоны мало держат. Все в зависимости от того, с какого телефона вы будете на них переходить. Если у вас до этого был iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, да даже 7+, 8+, эти телефоны держат дольше. Но если у вас был какой-нибудь Android с огромной батареей, с 6000, с 5000 батареей, то эти телефоны будут держать меньше. То есть, понимаете, все относительно. Но мне лично этой автономности хватает. Особо быстро на этих телефонах автономность съедается при использовании GPS. Когда вы едете куда-то по каким-то картам, например, когда я еду в Томск, включаю себе навигатор, очень быстро высаживается батарея. И плюс телефон еще и нагревается. Ну ладно, а теперь пришло время поговорить о камерах. Конечно, камеры тоже чуточку-чуточку изменились. Короче, смотрите, основное, конечно, отличие это дополнительный модуль в iPhone 11. Но есть еще программные улучшения. В этом телефоне есть ночной режим. В iPhone XR его нет. Само приложение камеры тоже чуточку изменилось. Теперь у нас есть вот такая вот здесь панелька, где мы можем изменить соотношение сторон фотографий, чего нет в iPhone XR. Также мы здесь можем сразу в видео уже, например, если я сейчас переключусь в видеорежим, посмотрите, раз. Я здесь могу отрегулировать количество кадров в секунду, да. Здесь, здесь такого нет на iPhone XR. Здесь это все регулируется в настройках. То есть чуточку камера стала удобнее на iPhone 11. Не понимаю, почему они нельзя, нельзя было сделать это на iPhone XR, потому что это же как бы софтовый прикол. Это никак не зависит от железа. Я думаю, специально так сделали, чтобы больше людей покупали 11 iPhone. И также еще изменилась фронталка. Если основная камера как имела 12 мегапикселей, так и имеет, то фронталка выросла. Было 7 мегапикселей на iPhone XR, стало 12 на iPhone 11. Давайте я вам сейчас покажу примеры. Вот сделаю сейчас фотографию. А, еще одна фишечка. Смотрите, на iPhone 11 появилась широкая фронталка. То есть он умеет делать угол обзора немножечко пошире на фронталку. У XR такой фишки нет. То есть при одинаковом расстоянии, посмотрите, какая разная фотография получается. Так что это тоже преимущество iPhone 11. Хотя они тоже могли это сделать, наверное, на программном уровне на iPhone XR. Но они не стали, просто потому что они хотят заработать денег. Вот делаю фотографию. На два телефона. И смотрим. 7 мегапикселей. Вот здесь вот 7 мегапикселей. Вот 7. А вот здесь 12. Выросла ли камера, улучшилась ли камера. Или нет. Ну, слушайте. Что-то я прям так не могу однозначно сказать. Мне даже на XR больше нравится. Потому что тут как-то глаз отличается по цвету хотя бы. Видно, что он коричневый. И в центре ядрышко черное. А здесь как будто полностью черный глаз. По детализации, ну я бы тоже не сказал, что прям намного XR хуже. Мне даже больше нравится, как он сделал фотку. Не такая она зашарпленная. Более мягкая, более какая-то спокойная, да. О, ребят, ну реально мне больше нравится даже iPhone XR. Хотя фронталка здесь 7 мегапикселей. А еще фронталка на iPhone 11 научилась снимать видео 4K 30 FPS. Здесь же фронталка снимает только Full HD 60 FPS. Здесь 4K 60 FPS. То есть, короче, фронталка здесь прокачалась. Прокачалась. Это фото с основных камер. С основных камер на 12 мегапикселей. Лежит кот, спит. Блин, ребят, да я охреневаю. Почему так выходит? Посмотрите, это iPhone XR. Здесь более четкая фотография. На iPhone 11 какое-то все мыльцо. Почему так? Ё-моё, если бы я не сравнивал, я бы даже этого не заметил. Офигеть, ребята. Это что за развод такой? Что за развод реально, Apple? Вот, ребят, единственное. Единственное, из-за чего iPhone 11 рвет iPhone XR, это ночные фотографии. Потому что просто здесь есть ночной режим. Причем он делает все за вас. Не надо его нигде в настройках активировать. Он сам считывает, когда считает, что маленькое освещение, низкое, да, освещение. И он включает. Вот видите, я заткнул камеру, темная камера. И он включает выдержку 3 секунды. То есть сейчас, смотрите, бац. Он 3 секунды отсчитывает, делает фотографию. Потом это все соединяет, несколько этих фоток. И получается фото в ночном режиме. Такого нет в iPhone XR. Хотя чисто на физическом уровне, на уровне процессора, они бы могли это тоже реализовать. Но они это зажали. Зажали специально, чтобы люди покупали iPhone 11. И вот как выглядят фотографии. Это фотография ночью на iPhone XR без ночного режима. Это фотография с ночным режимом. Что мы здесь видим? Мы видим, что, конечно, цвета более яркие, более насыщенные, более, ну, красочные на iPhone 11. И здесь больше видно, да. Больше деталей видно. Более лучше прорисована трава. Ну, короче, фотка получилась более симпатичная. Более симпатичная, более светлая. И ночные... Ночь ему не преграда. В то время как iPhone XR ночью, конечно, уже снимает темно. И не все детали заметны. Поэтому по камере, по камере, iPhone 11 чуточку прокачался. Что-то там еще писали про Face ID. Что типа Face ID стал быстрее. Ну, вот я сейчас пытаюсь их разблокировать. Ну, посмотрите, с одинаковой скоростью замочек открывается. Ну, нельзя сказать, что 11 стал быстрее. Я не заметил, во всяком случае. Не заметил. Реально, быстро открывается и там, и там. Face ID. Поэтому не верьте, не верьте. Face ID здесь работает очень быстро и на этом, и на этом телефоне. Ах, да, еще такое отличие. Тоже, как бы, оно, может быть, кому-то будет важно. Смотрите, iPhone XR защищен от воды по стандарту IP67. А этот телефон уже защищен по стандарту IP68. То есть это более защищенный стандарт. Его можно ронять на более глубокую глубину, и с ним ничего не будет. С ним можно дольше находиться под водой, потому что он больше защищен. Я не знаю, как там в корпусе это все скомпоновали. Может быть, какую-то защиту дополнительную резинки проложили здесь, в этом телефоне. Но он более защищен, чем iPhone XR. По поводу звука. Многие говорили, что на презентации, да, типа в iPhone 11 звук стал лучше. И там, и там мы имеем стереозвук. Меня полностью устраивал стереозвук на iPhone XR. Давайте вот сейчас послушаем одну и ту же композицию. Итак, слушаем. Максимальная громкость 10-тер. Настоящая стерео. И теперь 11-й. Ребят, могу сказать с уверенностью, что ничего не поменялось. Отличный звук на 10-тер, отличный на 11-м. Я разницу не слышу. Какой итог можно подвести? Какой телефон лучше? Ну, конечно, iPhone 11 лучше. Было бы глупо, если бы они выпустили телефон, который хуже предыдущей модели. Но лучше он ненамного чем, понимаете? Ну, кардинальных изменений нет. Это можно сказать, как такое некое обновление. Можно назвать было даже этот телефон не 11-й, а 10-RS. 10-RS. Тогда бы можно было понять, что это улучшенная версия телефона 10-R. По сути-то он таким и является, да. Это не полноценное новое поколение. Это просто немножечко улучшенный. И в следующем поколении этот телефон можно еще раз улучшить. Можно добавить сюда третью камеру. Можно поставить еще мощнее проц. Можно поставить еще лучше фронталку. И назвать его уже iPhone 12. Но по факту, если останется тот же самый дизайн, те же самые размеры, практически те же самые время автономной работы, звук, не ощущается этот телефон как что-то новое. Поэтому, ребята, если вам важны деньги, если вам реально хочется сэкономить, берите в любом случае 10-R. Его можно сейчас выгодно купить. Его можно купить не обязательно новым. Сейчас есть куча вариантов хороших на БУ-рынке. Можно купить в хорошем состоянии этот телефон тысяч за 40 на БУ-рынке, на Авито. Этот же телефон, он новый. Он только вышел. Он сейчас еще на хайпе. Конечно, его сейчас никто вам дешево не отдаст. Дешевле 60 тысяч. Вряд ли вы его где-то сейчас купите. Поэтому, если вы хотите купить телефон максимально крутой, максимально надолго, берите iPhone 11, если вам не жалко 60 тысяч. Если вы хотите сэкономить, но получить практически все то же самое, вы готовы там поискать где-то на Авито, вы готовы немножко сэкономить, покупайте iPhone XR. Тоже отличный телефон, который вам прослужит еще как минимум года 3-4. Можно с ним спокойно ходить и забыть вообще про обновление своего телефона. Он вам точно прослужит. Оба этих телефона будут обновляться еще очень долго. Они оба сейчас работают на iOS 13. И железо у этих телефонов позволяет их обновлять еще как минимум, я думаю, лет 6. То есть до 24-го года, до 25-го года. Я уверен, что эти телефоны будут получать свежие версии iOS. Единственное, что на этом телефоне 3 гига оперативки. Возможно, он будет получать обновления на один год меньше, чем iPhone 11. Они, может быть, там в 25-м году скажут, что все, 3 гига оперативки, этого мало, этот телефон прекратит обновляться. А вот iPhone 11, может быть, еще дольше на один год обновляться будет. Так что вот такое вот сравнение получилось. Пишите в комментах, какой телефон выбрали бы вы, какой телефон у вас и вообще будете ли вы эти телефоны покупать. Всем спасибо за просмотр, с вами был Дима, я оставлю ссылки, где можно купить эти телефоны. Всем удачи и всем пока-пока, пока-пока!